Некоторые зрители могут найти следующее видео. Дискрещение зрителей. Вместо гибели Героя России удалось освободить полностью подразделением «Тигры» генерала Сухела спустя лишь два года. Это деревня Сабамия, куда упал самолет российского пилота. А вот Оливковая роща и камень, где Роман Филиппов вел бой против боевиков. Увидев, что летчик катапультировался, они приложили максимум усилий, чтобы захватить его. Вот эти кадры двухлетней давности. Расходовав весь боезапас табельного Стечкина, Филиппов произнес слова, которые будут цитировать во всем мире. И подорвал себя гранатой. Спасти Романа пытался его сослуживец, который выполнял пилотирование в паре. Совершил несколько заходов. По боевикам боезапас выпустил весь. Ведомый звена штурмовиков прикрывал огнем с воздуха командира до последнего. Уничтожил два автомобиля террористов, которые направлялись в Оливковую рощу, где укрылся Роман Филиппов. Покинул зону самолет, только оставив горючее на обратный путь. Он всегда часто улыбался, как и на этом портрете рассказывают сослуживцы. На том самом камне, у которого герой вел неравный бой с террористами, установили мемориальную табличку. На ней изображение штурмовика, того самого, на котором пилот совершал боевые вылеты. Перед своей командировкой у нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться. Вот он лично мне оставил эту пилотку, сказал, отдашь мне, Александр Александрович, как вернешься. Вот я сейчас принесу ее сюда, вернусь. К месту гибели отдать дань памяти герою России Роману Филиппову возложить венки. Сегодня прибыли российские и сирийские военнослужащие. Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда испытываем ощущение безопасности, когда слышим в небе звук самолета. И мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали для нас. Памятный молебен у места гибели. Специально в этот день сегодня прибыл военный священник, который окормляет российскую авиабазу «Хмеймим». Воин Роман своими словами за вас, пацаны, исполнил ту евангельскую заповедь и отдал душу свою за други своя, за нас с вами. Субтитры создавал DimaTorzok